Страсть. Оружие. Азарт. Рыбалка. Ни пуха, ни пера. Среди множества охотничьих историй, которые мне доводилось рассказывать за многолетнюю журналистскую практику, это стоит особняком. Впервые я прикоснулся к материалу, о котором всегда мечтал и который впитывал в себя еще с детства, студируя в школьных библиотеках литературу о жизни охотников-промысловиков. В прошлом году, благодаря помощи и содействию охотоведа Павла Гриценко, мне удалось побывать в Сибири и познакомиться с удивительным человеком, охотником Александром Зубовым, чей промысловый участок находится в Турханском районе Красноярского края. За 20 лет промысла Зубов видел многое. Терял дорогих и верных собак, без которых свою охоту не мыслил. Любимого кобеля Урала, с которым особенно удачно охотился на росомах, не уберег от волчьей стаи. С особой теплотой и грустью вспоминал Зубов напарника по промыслу, для которого оказалась роковой очередная охота в одиночку на крупного берложного медведя. Да, собственно, и сам Зубов не разу оказывался на краю гибели, сполна хлебнув опасностей, лишений и тягот промысловой жизни. За многолетнюю таежную практику ему доводилось добывать медведей, волков, лосей, боровую птицу, но все же главным делом в сезон промысла для Александра Зубова, как, впрочем, и для каждого охотника промысловика, была добыча пушнины. Вот вчера, 15 октября, в день открытия охоты, залетел сюда на избушку командная. Как всегда, медведем вся разбомбленная была, приводил полночи в порядок, ночью снег выпал, вчера еще сухо было, сегодня, пожалуйста, снег. Все, первый день выход на промысел. Как раз официальное открытие охоты вчера было, так что выходим сегодня. Путь-дорожку сначала на запад, а потом повернем на юг, ну, по профилю прогуляемся с собачками. Все шесть собак со мной. Люча, Уран, Оя, Оса, Пуля и Тукан. Тукан вот подбежал уже, телохранитель. Давай-давай, ищи, вся стая в поиске. Первый соболинный следочек этого сезона. По бревнышку пробежал. На, Туки, тут где-то. Ищите, давай. Ну, будем надеяться, что Уран или Люча где-нибудь прихватит его посвежее. Ну, и вперед по путику. Я его тут нашел. Молодец, Туки, молодец, Тукан. Первая добыча у нас есть. Ури, молодец. Сделали все-таки собольки. Как раз ушком ко мне повернутый. Ну, все, убьем. На, Бури, молодец. Пуля, молодец. Ося, молодец. Люча, молодцы. Все, вот он трофейчик. КОНЕЦ Как куница скатит по деревьям, пока его не задавили. Люча с Ураном сработали, потом оя подтянулось. Все трое моих старых работяги были. Сейчас молодняк весь подбежал. Ну, идем смотреть, как он там прыгает. Тукан, как раньше, котов у меня по деревьям лазит. Молодец, молодец. Дар, молодец. Не пикана, дар. Дар, молодец, дар, молодец. Дар. Прачется как удачно за развилочку. Пошел он дальше, легко. Собаки хорошо свердят. Вся классика, работа собак. Молодняк как учится, притравливается. Солнце скоро заходить будет. Красиво идет, верхом собаки следят. Я иду за ним. От такой стаи, по такому снегу, он сейчас не уйдет. О, как хорошо свердят. Собаки просто звереют. Как им охота его снять. Дар по деревьям лазит, как раньше у меня котов лазил. Может, такой же соболятник будет ярый. От кота уже я тащился, как от соболятника. На фоне солнца черненькое. Не знаю, добудем, посмотрим, разглядим. Как кунижка скотчет. Пури молодец, уран! КОНЕЦ Натуральная куница идет верхом уже метров 200 Кубаки отлично следят Вот такого зверя не потеряешь после белки Они у меня большинство перводипломники по белке Хорошая притравка молодняку Первого я быстро забыл светленького Ну крупный кот А эта маленькая похожа самочка Шустрая это хорошо для молодых собак После белки такого зверя разве упустят? Приостанавливаются на долю секунды и так и идет верхом Собаки начинают психовать Катери между собой драться Надо отстреливать ПОДПИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВУК В ДОТern КОНЕЦ На этом толстом дереве, наверное, капитально сядет. На нем мы будем стрелять. Дальше, наверное, не пойдет. Потому что более-менее надежно его укрутим. А нет, дальше пошел. Он на культуреньку заводит. Доиграются, они его стряхнут так. Ну вот, вроде бы, хорошая возможность для стрельбы. Если не сиганет дальше, то тут мы его и возьмем. Все, нельзя, нельзя, нельзя. Все, молодцы, молодцы. Все, наш. Наш. Все. 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 Наш. Нельзя. Хотят сумки урвать. Нельзя. Два штучки в один день. Как с куста. И сейчас отслышно. Ой, люча и урана где-то лают далеко. И так хорошо лают. Побежим. Бог даст, так и третий будет. Приятной неожиданностью для меня оказался тот факт, что четвероногие помощники Александра Зубова были не только прекрасными работниками, но еще и весьма именитыми выставочными собаками. По выставкам тоже успеваем свозить. Вот прошлый год я на промысле был, а Оя у меня пропустила, значит, сезон. Самая охота была с собаками. Она на выставку ездила в Польшу на чемпионат мира. Значит, три собаки с России привозили, все три нашего разведения, с Турханского края приставка. Два ее же щенок Атои и щенок Атурана, который самый у меня дальнобойщик, соболятник. Вот они оба титул чемпиона мира получили. И Оя тоже. В общем, три собаки с России получили титул чемпиона мира. Хотя 30 лет не было с России чемпионов мира. Войгач такой был, ВПКО сейчас не помню, с Внеозовского питомника, с Кирова. Вот он в 1976 году был выставлен в Венгрии на международной выставке, был чемпионом мира. И вот с тех пор лайк с России чемпионов не было. Но мы это все исправили за один год своими собаками. Тихо! Тихо! Тихо сказал! Все, тихо! Тихо! Сейчас посмотрим, посмотрим сейчас, что там. Посмотрим. Тихо! Все, сидеть, смотреть. Тихо! Смотрим все! Попробуйте гоптику порассматривать. Даже не шевельнулось, ничего не громнуло там. Ну, вон она к стволу приклеилась. За ствол дарится, сидит. Все, выходная, серенькая полностью. Хобла уже не вижу. О, блин, она уже двинулась. Ну, она пошла ходом. Все, странно ли я? С этого, если стрельнуть, ей голову оторвет сразу. Надо мелкашку простую брать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Белка быстро двигается вверх. Собаки ее хорошо следят. Но дело в том, что она сейчас далеко уйдет. Надо быстро подбегать и стрелять на ходу практически. Чуть приостановится где-то уже стрелять. А.Кулакова Белка 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 вот такая толпа собак только запугивают наоборот ее все А сейчас раненая, она ни за что оттуда не вылезет. Хоть топором застучит. Специально вот два проба топором застучил. Специально вот два проба топором застучил. Я еще не Dü первого. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok